Т.е. правильно понимаешь, что вот эта вещь залитая сейчас стоит, мы находимся где-то вот здесь, да? Да, это фундамент анкерной опоры, который находится вот здесь сейчас, мы находимся на конструкции, которая называется Республика Беларусь. И далее по мере стройки мы пойдем туда на 950 метров, там будет установлена вторая анкерная опора и по мере развития экотекнопарка дальше мы продлим территорию еще на 15 километров и здесь будет уже выведен высокоскоростной транспорт. Ну и дальше мы продолжим уже слева, легкая пассажирская трасса будет установлена здесь и за ней будет установлен грузовой провод. Начало положено, поэтому что хочу сказать, дорогие наши инвесторы, клиенты Skyway Invest Group, что сейчас начинается совсем новый период, при котором вот то, что мы делаем, входит в историю и в такую историю, которую вот я говорю, что вот, дорогие друзья, мы сейчас стоим впервые, впервые за всю историю человечества. У простого человека есть шанс сегодня войти в экономическое финансовое состояние, которое еще никогда в жизни никогда простые люди не имели таких возможностей. Поэтому воспользуйтесь этими шансами, воспользуйтесь вот этими дарами, которые сегодня нам дарит Анатолий Горщиниц. Сергей Сибиряков, это директор нашего проекта Skyway Invest Group, Transnet Group, именно в направлении макроэкономики. И вы знаете, сегодня знаменательное событие. Друзья, я участвовал 15 лет назад в закладке нулевого километра, когда вообще эта технология только создавалась, когда она вышла из, скажем так, категории изобретений, категории юницкий был как левша, как кулибин. В России он превратился в генерального конструктора, и 15 лет назад эта технология родилась. И, соответственно, мы, когда строили это, видели, мы абсолютно уверены, что через 15 лет будет построен первый миллион километров. Но, друзья, прошло 15 лет, мы закладываем опять нулевой километр, и это не значит, что ничего не сделано или 15 лет эти прошли. Самое главное, что у нас не было 15 лет назад, у нас не было народной поддержки, у нас не было краудинвестинга, у нас не было народного финансирования. Сегодня в нашем проекте уже более 200 тысяч человек. То, что сегодня делается и происходит, это касается уже огромного количества людей. Через год у нас будет миллион и даже больше, как мы с Андреем... Миллион в месяц мы планируем. Да, миллион в месяц. Это говорит о том, что каждое действие, которое происходит, оно будет касаться каждого. И это событие, которое сейчас идет, это действительно закладка будущего, в котором мы все принимаем участие. И я четко понимаю, что да, 15 лет назад была группа энтузиастов, которые это толкали, которые делали, когда они столкнулись с чиновничьим беспределом, когда весь полигон уничтожили, нам нечем было ответить и нечем было защитить. Сегодня с такой поддержкой, с таким движением я могу сказать, что уже никто не сможет просто прийти и сказать, что эта технология никому не нужна. Или почему-то решению она может быть остановлена. А тем более, когда, как мы говорим, что в любом городе, в любой стране, в любом регионе, когда будет 15% поддержки, то уже никакая сила не может ее остановить. Вот мы всегда... Нас процентов населения. Население, да. То есть это как мы всегда понимаем. Ну вот если бы сейчас какой-то премьер-министр или президент страны сказал бы, что я не хочу, чтобы интернет развивался, допустим, в Белоруссии. Но это же глупость. Сегодня понимают все. Это идет развитие. Это веление времени. Она касается каждого. Вот точно так же мы подошли к тому, что кто бы сейчас не пришел, сказал, что струнные технологии Skyway, Transnet развиваться не будут. Это такая же глупость. Потому что сегодня время пришло. И остановить это уже никто никак не может. Ну а я всегда могу сказать, что и вся наша команда, конечно, это не такой необычайный подъем, необычайный, скажем, такой эмоциональный подъем. Потому что мы сегодня участвуем именно в историческом событии. В том, что это действительно запуск проекта, который остановить нельзя. И который каждому из нас принесет очень серьезные в этой жизни и дивиденды, и в будущем интерес. Вот я тоже, например, сейчас на московскую конференцию приедет женщина, которой уже почти 80 лет. И она ко мне подходит на красноярскую конференцию и говорит, что, знаете, я увидела второй смысл в жизни. То есть я была просто пенсионеркой, пожилой женщиной. А сейчас она несет информацию о проекте, она несет этот проект. И для нее это сегодня просто счастье в жизни. Я могу сказать, для всех для нас это сегодня такое событие. И для всех для нас Skyway это стал вот таким проектом. К чему мы вас и призываем. И я думаю, что если вы еще не присоединились к этому проекту, то вы очень многое в этой жизни теряете. Спасибо.